Падающих с крыш сосулек горожане ждали в марте. Но осень этого года получилась неожиданно промозглая и холодная. На крышах домов уже образовались ледяные наслоения. Коммунальщики на зачистку кровли выходить не спешат. Тоже, видимо, не ждали. Сосульки висят, но не сбиваются. Некоторые люди даже боятся проходить мимо. Даже маленьким ребенком я хожу, бывает очень страшно. Обходят сосульки, но не сбивают. Вы знаете, куда нужно обращаться? Нет, непонятно. Есть опасения, что могут упасть сосульки, когда ходишь с коляской, с ребенком. Опасно, действительно. Когда дорожки не чищены, а сосульки нависают, самое время звонить в управляющую компанию. Даже телефонную просьбу они обязаны рассмотреть как заявку и отреагировать оперативно. Не через день, не через два и не через неделю. Если коммунальщики просьбу проигнорировали, звоните в администрацию. Чиновники уверяют, они своим административным авторитетом заставят работать даже самую ленивую управляющую компанию. И это не шутки. После трагедии 2011 года, когда жительница областного центра погибла от упавшего с крыши снега, мэрия серьезно спрашивает с управляющих компаний. В список их зимних обязательств входит и уборка снега с придомовой территории и посыпка тротуаров. За все эти блага горожане ежемесячно платят по квитанциям. Если у управляющей компании вдруг не хватает мощностей, чтобы производить на всех кровлях одновременно какие-либо работы, в связи с тем, что погодные условия такие, что на всех домах происходят эти образования снежных мешков и наледи, то тогда управляющая компания минимум должна позаботиться о безопасности наших граждан путем ограждения. Обеспечить жителям безопасное существование – первоочередная задача специалистов УК, за неисполнение которой наступает ответственность вплоть до уголовной. Управляющая компания – это домработница. Если вы нанимаете домработницу, она плохо работает, вы ее выгоняете. Если она хорошо работает, вы ее оставляете. А у нас управляющие компании стали такими, что так, они уже себя считают хозяевами, и они говорят, что вот здесь у вас, я вам здесь мою, здесь не мою, мы все время мне должны. Я не понимаю людей, которые молчат. В ближайшие пару дней, сообщают синоптики, ивановцам предстоит пережить климатический стресс. Обильный сухой снегопад сменится дождем, сугробы – гололедом. Столбик термометра сначала поднимется до плюс шести, а затем резко опустится до минус восьми. Администрация предупреждает, при возникновении чрезвычайных ситуаций горожанам необходимо немедленно сообщить о случившемся по телефону единой диспетчерской службы 000 или 411810.